Я взяла на себя определенную смелость говорить на подобные темы по многим причинам. Например, потому что, как в работе психолога, я все время сталкиваюсь со всякими странными воспоминаниями людей о том, что с ними как бы не было. Но при этом они это помнят. Это первая причина. Вторая причина, это когда я столкнусь с ситуацией всяких заявлений, типа когда душа отворится при рождении. И вот она при зачатии сотворяется, и потом она как бы вот, когда человек умирает, его надо отдать Господу Богу. И вот примерно в таком дискурсе мне объясняли люди современную концепцию официальной церкви, например. И я беру на себя очень большую ответственность за то, что я делаю. Но ситуация такова, что самым непрочитанной книгой, в общем-то, наверное, у человечества самая непрочитанная книга – это Евангелие. Когда мы, вот вроде бы мы все все знаем, да, там Христос родился от Девы Марии, дальше он пострадал, воскрес, вот все, что в символе вере изложено, мы более-менее знаем с вами. Мы можем это принимать, не принимать, но когда ты начинаешь спрашивать людей, насколько, сколько раз в жизни они читали Евангелие, читали ли они их вообще, да, что они там прочитали, что они поняли. Вот я специально прошла как бы целый курс такого изучения Евангелия, совершенно как бы официальный, хотя я сама много раз это все читала. И что я из этого вынесла? Что у нас книга издается мелким шрифтом, максимально неудобным, нечитабельным, массовыми тиражами. И у всех есть иллюзия, что все все прочли. На самом деле крупный шрифт найти очень трудно. И когда ты начинаешь читать вот все то же самое построчно, ты обнаруживаешь просто кладбище. Удивительные вещи, которые стараются так, чтобы, видимо, люди все-таки не дочитывали и не прочитывали до конца. Значит, с какой точки зрения я вела исследование? Был такой мистик и эзотерик, естественно, Рудольф Штайнер, который очень много развивал, абсолютно осознанно развивал тему реинкарнации по отношению к христианской догматике. За что он очень дорого поплатился, буквально жизнь, он дал очень многие свои высказывания. Но у меня встала проблема как? Я не буду сейчас говорить, что Штайнер был прав или не прав. Или там надо срочно читать Штайнера и только Штайнера. Боже упаси. У меня встал другой вопрос. Мне как бы Штайнер в каждом цикле лекций обращен к достаточно сознательным людям. Он говорил, вы мне на слово не верьте, вы меня проверяете. Вот проверяете и пока не проверите, не верите. И вот я взялась просто проверить Штайнера через Дни в Англии, потому что это просто оказалось очень-очень интересно. Значит, первое, что я обнаружила, это довольно расхожие вещи, которые тоже обычно никто не замечает. Значит, можно следующее показать. Вот у нас есть, когда мы открываем в Англии в самом начале, вот и в Англии от двух видов примеров, мы видим тему Иоанна Крестителя. Там, вот я раздала записи, те, кто видят экран, они могут прочитать. Значит, вы прочтите, я не буду зачитывать все. Важно что? Что является ангелом, который говорит Захаре. Вот придет пророк, он уже придет, уже идея этого пророка уже есть в Боге. То есть, однозначно совершенно душа и дух этого человека известен Богу до того, как он был зачат и рожден тем более. И ангел ему говорит, что ты, Архангел говорил по большому счету, говорит ему, что ты вот сейчас вернешься со служением в храме, будешь молчать, пока не родится этот ребенок. И этому Захаре и священнику говорят, что у тебя, значит, уже имя этому ребенку есть. То есть, мало того, что есть сам план, что сейчас родится такой человек, мало того, что у этого человека есть имя, дальше произносится потрясающая фраза. И придет пред ним в духе и силе или и. То есть, как бы, вот тут начинаются непонятки, да. В каком таком духе или и должен прийти Иоанн Креститель, да. Почему обязательно надо употребить эту фразу? Почему надо обязательно это уточнить? То есть, вот это общеизвестное место, оно просто вот есть. Зачем придет, там дальше все сказано. То есть, значит, мы отмечаем при себе, что есть такой факт, что какой-то человек, хотя бы один человек, кроме Иисуса Христа, приходит уже по заготовке, по предсказанию в духе и силе другого человека, исторического лица. Это очень известная вещь. Вот вторая очень известная вещь. Дальше будут вещи очень, просто мало кому известные, реально. Вот тема слепого с рождения. Значит, там, это Иоанн Леонид Иоанн, глава 9, да. Значит, его ученики спрашивают, Равик, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? То есть, если он родился слепым, то, понятное дело, в этой жизни он согрешить, ну, прямо, скажем, не мог. И это очевидно. Однако синодальный перевод, это держит эту фразу, и греческий перевод держит эту фразу, естественно, вот в таком контексте. То есть, он согрешил или его родители согрешили, что он родился слепым. То есть, как минимум, мы понимаем, что существует в апостольке, вот в эти первые апостольские моменты, в первые апостольские времена, существует вот этот концепт, что человек может согрешить когда-то, потом родиться слепым. И поэтому вопрос стоит так. Иначе бы его здесь не было, он бы не стоял, и его бы не пытались сохранить, ну, как что-то недыблемое, да. Но дальше начинается самое интересное. То есть, если бы это было два факта, которые вот есть, и больше ничего нет, то мы бы, конечно, сказали, ну, какая-то случайность, ну, какая-то там, знаешь, вплоть до описки, да. Но надо сказать, что, например, Рузольф Штайнер, он жил тогда, когда не было открыто, например, библиотеки на Кхамадзе, да. Он жил до этого, в принципе. Поэтому обвинить его в каком-то оригенизме, например, достаточно трудно. Он, скорее всего, не считал оригена, в принципе. Вот. Значит, дальше. И вот тут начинается самое интересное. Что вот из послания апостола. Во-первых, апостол Петр, над которым, в общем-то, все периодически посмеивались на тему того, как он там не сказал правду и чуть ли не предал спасителя. Это все известное место. Он оказался очень серьезным эзотериком своих высказок. Ну, высказывался в послании. Как возрожденный не от тленного семени, а от нетленного. Слово Божием, пребывающего вовек. Живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава. И всякая слава человеческая, как цвет. Трава засохла, значит, и цвет ее опал. Но. Дальше. Послание Иакова. Богатый унижен богатством своим, потому что он придет, как цвет на траве. Опять. То есть проблема в чем? Что такое трава? Проблема вот этих эзотерических образов в том, что они несут смысл. То есть есть такая притча о сеятеле. В Евангелии от Луки есть такая притча о сеятеле, где вышел в поле сеятель сеять, и там бросил, тут бросил, что-то взошло, что-то не взошло. И дальше идет истолкование, что да, вот эти люди слышали Слово Божие, эти не слышали и так далее, и так далее. И вот те, которые слышали, они взошли. Дальше вот эта символика семени идет в апостольких посланиях. Что такое трава? Трава это очень интересная вещь. Она растет, у нее сохраняется корень, да, а верхушка все время опадает. И есть травы многолетия, которые каждый раз возобновляют свое цветение и так далее. И люди, в принципе, уподобляются именно траве. Не деревьям, не животным, а именно траве, которая опадает, потом на этом корне растет что-то новое. Это, в принципе, не случайный факт. Дальше. Вот хотев, он родил нас словом истины, это по отношению к Христу, да, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Опять-таки, то есть люди мыслят в послании Иахова, в подлинности которого никто не сомневает. Это стандартный набор корпуса Нового Завета, да. Я не беру никаких апокрифов. В апокрифах там вообще очень много всего, но это не нужно. Есть просто вот то, что оставлено церковью, как остальные источники, да. Это, чтобы быть нам некоторым начатком его создания. То есть, опять-таки, человек, вот я, вы там, кто угодно мыслите, не как конечный результат, а как некий начаток, то есть, опять-таки, некоторое семя, да, которое будет его созданием и потом. То есть, когда-то там человек должен доразвиться до какого-то существа. Иначе бы это было просто не сказано. То есть, зачем это здесь употреблено? А если взять послание Иакова, в принципе, прочитать, там очень много таких потрясающих мест, которые я здесь просто не цитирую, потому что проще прочитать. Дальше. И вот, что интересно. Вот, когда там идут споры про Атлантиду. Была Атлантида, не была, еще что-то. Конечно, люди говорят, вот, великий поток, но и вот это все про Атлантиду. Проблема в том, что это содержится не только в головах у людей, не только в головах фантазеров, не только в головах археологов, там, еще каких-то вот эзотерически настроенных граждан. Это содержится в посланиях и в Евангелии, которая связана с апостолом Петром. Вот он говорит, есть тема Первого мира. То есть, как минимум, как минимум, посмотрите, какой дискурс тут. Думающие так не знают, что вначале, словом Божем, значит, небеса и земля составлены были водой из воды. В теории Штайнера Атлантида была как раз в тот момент, когда вот эта водная стихия, то есть как бы Штайнер перечислял эпохи земли как становление, как длительное становление. И в какой-то момент, в эпоху Луны, так называемой, вот земля и небеса были составлены водой из воды. Это придумал Ништайнер, это увидел Ништайнер, это написано вот тут, в послании апостола Петра, понимаете. Это очень серьезный момент, потому что объединения очень много. Кидают, а она там и берет, оно все и здесь есть. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водой. А нынешние небеса и земля содержимые слова и заберегаются огнем на день суда и погибели дечестивых человеков. И потом апостол Петр кидает просто спасбросок. Вот это вот по-другому не назовешь. Потому что он говорит, вот этот апокалипсис, все погибнут, все будет страшно, все там серьезно. Там у него есть фраза, и в общем скоро конец всему. Вот это в общем скоро конец всему. У Петра вообще очень сильная такая посылка всегда. А потом он говорит, одно не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные. Да, что у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Ну ладно, скорость света, которая там, сколько свет прибегает, год и все эти расстояния, мы все это знаем. Но тут просто идет отсылка, что в общем-то скоро конец всему, вы вообще учтите, что тысяча лет ваших, это день Господень, а уж когда он там решит вас окончательно грохнуть, никто не знает, да? То есть, понятное дело, что за это время этой самой травы будет скошена и опять выращена, и опять скошена. Ну, можно себе представить сколько. То есть, идет четкое указание, что это все довольно надолго волынка. Это не на одну эпоху даже волынка. И апостол Петр это знает, вот он это просто пытается сообщить, чтобы никто не ждал ничего быть. Немедлит Господь со своими обетованиями, как некоторые посчитают, но долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот представьте себе, да? Человечество эпохи апостола Петра, ну, миллиард людей, дай-то Бог, на всю землю, да? Какие такие все пришли к покаянию? Кого он ждет? Дальше Петр это рассказывает, но ведь это очень важно понимать, что если есть такое ожидание специфическое, да, то из миллиарда людей, находящихся на земле, наверное, там, условно говоря, в том или в ином царстве должно быть душ гораздо больше, чем на земле непосредственно, да? Это очевидно. Я думаю, для апостола Петра это совершенно очевидный факт, потому что дальше он говорит, что? Значит, придет День Господень, это все хорошо знают про апокалипсис, стихи же, разгоревшись, разрушатся, и земля и все дела на ней сгорят. Ну, во-первых, вот эти самые стихи разрушатся, мы понимаем, как люди, там, знакомые, например, фахтовыми алхимией, что стихи разрушатся, это не те вещественные стихи, которые вот у нас находятся, да? Это стихи немножко другого толка. Значит, вот Иоанн говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Опять-таки, вот в одной этой фразе дана просто идея развития, что мы теперь, конечно, дети Божьи, но еще не открылось, чем мы будем. То есть, опять-таки, это будет долго. За это время вы во что-то превратитесь в другое, да? Вы будете находиться в каком-то процессе становления. Естественно, это не однократные факты, что там с вами будет происходить, ну, как бы не указывается, да? Ну, дают понять, что это довольно долгая история. Вот. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему и так далее. Значит, дальше. И мир проходит, и Бог от его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек. То есть, имеется в виду что? Что вообще вот это, когда говорят, не любите мир, и там, не будьте с миром, и все. Я когда читала, до меня просто дошел совершеннейший апопеоз вот этого высказывания, не любите мир, и все, что в мире. Не потому не любите мир, что мир плох, а потому что мир – это майя. Вот приятие того же Иоанна, это просто чистая майя, за которой стоит духовный мир. И если ты привязываешься к быстротекущим формам майя, естественно, ты не видишь духовного мира за ним. То есть, имеется в виду вот это вот. А не то, что надо отрицать мир, потому что ведь вся проповедь христианства, наоборот, говорит о том, что надо в этом мире помогать ближнему, там, любить, вот это же, любить людей, да? То есть, получается противоречие, но на самом деле противоречия нет. Просто когда он это говорит, он имеет в виду совершенно другие реалии, до которых, в общем-то, не все доходят. Дальше. Впрочем, вот дальше идет опять Петр. Впрочем, по обетованию его ожидаем мы нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Тут он ссылается на апостола Павла, с которым он в тот момент познакомился. Я хочу сказать, что если у нас подразумевается какая-то новая земля и новый мир, там, следующий, да, то как минимум дважды перевоплотиться всем придется, да, то есть, ну, понятно, да? То есть, вот этот дискурс, и у Штайнера, у Рудольфа Штайнера, у него это все есть в очень серьезной концепции, которая строится на том, что человек действительно приходящее существо. И речь идет, на самом деле, не о том, что перевоплощаются души, так называемые. Вот наш с вами эгоизм, он как бы не перевоплощается в его концепции. То есть, если мы тут чего-то не доели и не доделали, то в следующий раз, скорее всего, нам это не придется доедать и доделать, да? Потому что дальше идет вот тема духовного мира. И опять апостол Петр оказывается самым эзотериком и просто эзотериком, да? Ну, во-первых, значит, покорились, Христу покорились и ангелы, и силы, и власть. То есть, он всю эту иерархию небесную очень хорошо знает, как она называется и что там, зачем следует. Дальше. Вот это потрясающее первое послание Петра. Ибо для того мертвым и было благовествовано, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духу. Духом. То есть, имеется в виду, что дух человека на самом деле бессмертен. Вот та самая душа, о которой там говорят разные люди, которая якобы перевоплощается, она, конечно, перевоплощается исключительно, как частично, как какой-то очень небольшой результат в каждой конкретной жизни. И это вот у Штайнера такая концепция, я постала ее проверять на тех, кто кривали, потому что, ну, это объективно надо сделать было и все, чтобы понять, откуда что сделалось. Потому Христос, чтобы привести к Богу, однажды пострадал за наши грехи. Вот это однажды, это очень важная вещь, что как бы вокруг чего строился конфликт Штайнера с теосовским обществом, с очень любыми эзотериками того времени. Он отставил абсолютно нормальную церковную концепцию, что Христос второй раз придет не так, как первый раз, никакого второго пришествия телеца, классического телеца, пришествия через рождение не будет. И он на этом, в общем-то, испортил много себе нервов и разругался с огромным количеством людей. Что Христос воплотился только однажды, что для как раз Христа нет такого понятия, как перевоплощения, потому что оно ему в принципе не нужно. Его дух как бы совершенен, и поэтому, естественно, подобные вещи не подразумеваются. Да. Сейчас, сейчас, да. Вот я именно этот слайд хочу сжать и все. Которым он, находящийся, то есть, которым, значит, что тут имеется в виду, что он однажды пострадал за грехи, праведник за неправеда, был умершен по плоти, но ожив духом. То есть, опять-таки, ожив духом. Это, опять-таки, не о каких-то вот этих воскресениях, как поднятие зомби, да, речи, как минимум, которым он, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидающим их Божьей долгой терпением, во дни ноя. То есть, есть как в концепции Петра, не в моей концепции, я ничего не придумала. В концепции Петра что есть? Есть какие-то духи, которые со времен Ноя, со времен этой Атлантиды, заточены где-то там глубоко, и к ним как раз пришел Иисус, по воскресенье проповедовал им как бы свет и так далее, да. То есть, есть духи, духи вот этих атлантических времен. Если читать Штайнера, у него там на эту тему есть просто цикл лекций, что было с этими духами потом, когда им там проповедовали и так далее. Дальше. Но восемь душ спаслись от воды. Душа – это чисто земная категория. Да, действительно, душа, она вот как бы душа и есть. Вот она, пока человек живет, он как бы существует в этой душе. А что от него там остается и переходит в разряд духа, это нам как бы, ну, у Штайнера есть версии, например, но в принципе человеку об этом не очень известно, да. Дальше. И вот про антихриста я скажу, потому что это просто очень важно. Во-первых, есть послание к фессалоникистам Павла. И вы знаете ныне, что не допускают открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже здесь, но не совершится это до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей тепер. То есть, опять-таки, антихрист как идея, как дух, как что-то реальное существует. Он уже поименован. Раз у него есть имя, значит, он существует. Но он где-то удерживается. То есть, какими-то духовными силами уже по понятию Павла в его время этот дух удерживается, не выпускается. И как бы, ну, в данном случае, типа, никто не знает, когда он будет выпущен. Поэтому, когда говорят, что сейчас вот, прямо сейчас вот у нас вот тут QR-коды будут, еще что-то вот, это все туда же. Вот, типа, дети последнее время, это вот у Иоанна, да, и вы знаете, что придет антихрист, и теперь много появилось антихристов. Ну, вот, судя по тому, что я знаю, их действительно много появилось, еще появится. И про вот этот дух, который удерживается, да, это не об этом, короче. Но самое смешное, как-то смешное, интересное, да, послание Иуды, которое вообще никто обычно не читает. Эти люди, отделяющие себя от единства, веры, душевные, не имеющие духа. То есть, есть какие-то душевные люди, у которых дух не включен или отсутствует, или вот, ну, как бы, присутствие духа очень важно, да. И если у человека нет духа, то, видимо, перевоплощаться, грубо говоря, нечем. Не в новой земле, не в какой-то там текущий момент, да. А душа, это вот мыслица, как что-то приходящее и периодически отстраивающее. Самое главное, что здесь очень важно, во всех этих посланиях, фигурирующих, человек состоит из тела, из души, и из духа, да. С чем боролся Штайнер постоянно во всех своих циклах лекции? Он пытался напомнить Европе, что человек, это не душа и дух, как у... Не душа и тело, как у католиков, фактически закреплено, чуть ли не в догматах, а что там присутствует дух, и дух на самом деле отстраивает и душу, и тело. И на эту тему у него есть очень много, как бы, серьезных вещей, да. Вот в презентации есть цитаты Штайнера, уже серьезные, как вот, что люди воплощаются группами, что люди, то есть, как бы, вся вот эта не случайность, что судьба – это конечный результат воли духа. Вот, как бы, я просто предприняла вот это исследование, чтобы вот эти цитаты, которые следуют потом презентации, их действительно довольно сложно читать, и, я думаю, презентация где-то будет выложена, да, и там уже можно будет все это подсмотреть, потому что Штайнер, он читается как учебник по такой серьезной математической какой-нибудь дисциплине. Он не читается вот так простенько, то есть, это довольно трудное чтение, в принципе, особенно первый раз. Поэтому, я думаю, кому будет интересно, те могут взять презентацию, посмотреть, в принципе, ознакомиться с подробностями вот этой Штайнеровской концепции о реинкарнации. Я просто для себя открыла очень много новой, в общем, поэтому и решила поделиться. Потому что это все не так просто оказалось, как иногда пытается представить себе. Все. Скажите, пожалуйста, в какой именно области Штайнера он описывает свою концепцию относительно твоей областью? Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Я могу сейчас как бы вот занервить в свои источники и прям точно в этом работаю. То, что я помню, это у него есть работа на самом деле катастрофически много. Там есть циклы лекции огромные, да, посвященные вот этому всему. Есть работа от Иисуса к Христу, где это очень важная работа, это и циклы лекции, это фактически книга, потому что он ее, по-моему, авторизовывал дальше как книгу от Иисуса к Христу, когда он объясняет разницу между концепцией перевоплощения допустим в буддизме, и в том христианстве эзотерическом, который он пытался продвигать, потому что он говорил, что в буддизме идет вот это отрицание я как такового, а в христианстве наоборот именно вот этот дух, который приносит Христос, святой дух, который вместе с Христом приходит, он должен примировать каждую следующую у этой человеческой травы как бы формироваться должно я. И вот когда это я будет сформировано и найдет свою опору в духовном мире, когда дух фактически будет сильнее, чем плотная часть, то это я начинает перерабатывать и душу, и тело те самые как бы сказать нетленные составляющие, которые в общем-то наши православные церкви абсолютно признают. На самом деле, если посмотреть глубоко, то концепция человека, святого в православной церкви, она очень похожа на то, что задвигает Штанер, но как бы он задвигает это в процессе довольно-таки долгого времени, вот в момент всеобщего воскресения, типа все должны подтянуться туда, да, а православная церковь говорит, ну вот вы за одну жизнь вполне себе можете дойти до состояния цветового, и зачем вам как бы вообще думать о чем-то еще, прямо вот чечаться, решите и давай. Но работу от Иисуса к Христу я вам очень советую почитать. Слышен Марию, спасибо за ослабление, очень интересно, я хочу есть ваш главный полкомментария, полвопрос. Во-первых, вот вы обращаете внимание на момент с душой, с душевным человеком и духовным человеком и углы, но я просто хотел обратить ваше внимание на то, что этот сюжет, он есть в послании Коринфина, Павла, когда он там говорит, есть тело душевное, есть тело духовное, и в связи с этим, мне кажется, тут можно другую интерпретацию разбить, что если мы отправимся к церкви, у которых была троличная антропология, где есть тело, душа и дух, то мы найдем обстоятельства веки, пытается доказать, что душа умирает вместе с телом, и он говорит, что это вообще за глупость и думать, что есть телесный принцип, которые не умирают вместе с телом. Вот тут момент такой, когда мы делим, если смотреть именно внутри мировоззрения Штайнера, а не общецерковное мировоззрение, то есть для католических это юридик, мы просто подвергли анагоми, но не за кое-что другое, православные просто боятся туда нырять в основном, потому что есть цветы, последнего оптинского старца, который читал Штайнера и очень прям хвалил, например, да, и есть Александр Мейн, который очень много почерпнул из Штайнера для себя, а потом очень нечестно просто говорил про него нехорошие вещи, не соответствующие истине, никак, да, при том, что вся история религии Александра Мейн, это ничто иное, как такие очень-очень популярные, очень поверхностные перепевы со Штайнера, это просто было очень неприятно мне лично понять, когда я это прочитала, было понятно, что все хорошее там от Штайнера, а все вот, все-все-все другое, оно немножко от другого, вот, хотя я, как бы, тут проблема какая, я вот это исследование, на самом деле, только начала, поэтому те цитаты, которые я привела, они, в принципе, недостаточны, я прекрасно знаю, что есть послание к колоссиянам, которое там просто вот, от того, что там первые 14, в первой главе от 14 по 21 стих, это просто дан символ веры, который просто потом на первом соборе переписали, грубо говоря, и добавили там сверху висит, да, и все, и дальше там, когда послание к колоссиянам, Павел начинает рассказывать роль Христа, как бы, вот, по отношению к космосу, ты понимаешь, что там и Дионисиаре Павелит уже присовокупилась, и уже они там все договорились, и Сократики, и Неоплатоники, они там все, то есть просто это был такой духовный подъем вот в этот первый век, и потом где-то к веку пятому пошла деградация, как будто вот эти все источники, откуда взялась эта библиотека на Атхамагеи, это значит монархи просто спрятали эти книги, потому что, ну, в надежде, что потом как-то можно к этому вернуться, потому что оказался этот дискурс не подъемен для людей падения империи, в принципе, не подъемен. У меня очень большие претензии к Евсееву Кисарийскому, практически личные, да, потому что он сделает все, чтобы мы не прочитали Папия. Мария, все, претензии, как бы, да, они мне еще на том свете, да, припомнили. То есть, может быть, уже кулуарное это мы сделаем там. Мы продолжим на следующем секундочку. Самый последний, очень короткий вопрос, пожалуйста, без, и короткий ответ, давайте. Это я могу не знать, я вообще не специалисты в этой области. в этой области в школу художника, который вы знаете. Штайнер? Нет, это не Штайнер, это, нет, нет, тут, может быть, вот это центральное, по-моему, Туранин Штайнер, вообще есть такое, насчет, фамилии, назовите, насчет, нет, я даже не знаю фамилии, ребят, подождите, вы берете просто, пишете в гугле или в Яндексе, антропосовская живопись, и вам выпадает такое количество красивейших работ, они еще подписаны, там, у меня есть, естественно, просто я, когда готовила презентацию, надо было там копаться, я просто вставила, и все. Антропосовскую живопись набрали, и любуйте, сколько хотите. Спасибо большое. Слушайте, задели за живое, очевидно, там, у меня всему там несколько вопросов. живое, всем жить хотят, в будущем веке, на новой земле, и вообще. Хорошо, ладно, еще на эту тему не хочу поговорить. Спасибо, Мария. Спасибо. 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 Спасибо.